Стройки убийцы. Бам! Мой опыт. Вот о чем мы сегодня поговорим. Здравствуйте, я Элина, добро пожаловать на мой канал Enough of Propaganda или Довольно Пропагандой. Я уже рассказывала о себе на моем канале, есть целый плейлист об этом, где я рассказываю и доказываю, что я реально из СССР и России, живу много лет в Канаде, путешествую по миру и вот подробно занималась расследованием войны в Украине. После того, как я выпустил свое видео, мои родители строили бам, Путин его уничтожил, моя история, по крайней мере, русскую версию этого видео, на меня обрушился целый шквал грязи, оскорблений и оскорблений моих родителей, в том числе, чего я не приемлю, поэтому троллей, всяких КГБшных троллей буду удалять. И удалила уже нескольких. Это видео дополнение к предыдущему. Меня спрашивали о персональной истории чуть больше, и я расскажу персональную историю, и кое-что покажу, кое-какие вещи, например, вот такие вот значки бамовские. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Вот с такими значками пользовались студенты строительных отрядов. Я лично не пользовалась, но такой значок у меня есть. Вот тоже советские значки. Обаме. Есть еще более персональные, но их я показывать не буду. И в отличие от других ютуберов, я доказываю не только кто я и откуда, но и многое другое. То есть я буквально показывала в своих видео и свой паспорт, и все остальное. То есть я доказываю и свое образование, и кто я, и откуда. И поэтому вот эти все тролли, которые пришли тут меня оскорбить и сказали, что меня на баме не было, это ложь. Я на баме жила десятилетиями, мои родители там морозили себе все, что можно было отморозить. И вот таким путем унижать наши достоинства я запрещаю. И на моем канале терпеть не буду. Пришла толпа троллей. Я им хочу показать некоторые вещи, но прежде чем к этому перейти, я расскажу немного более подробно о своей истории. И о том, через что мне пришлось пройти, и как мы там жили на баме, и что вообще происходило. Во-первых, хочу ответить на оскорбления, связанные с тем, что вот ваших родителей туда никто не звал, не гнал, их же не заставляли. Во-первых, большинство людей в то время в Советском Союзе жили довольно плохо. У многих, таких же, как и мои родители, жили в коммуналке. Это одна комната 16 квадратных метров, где двое взрослых и ребенок. Общий коридор, общая кухня, на которой одна семья имеет только стол и плиту. И, вдобавок, общий туалет. Ванны даже не было, приходилось ходить мыться в общественные бани. От такой жизни поедешь не только на бам, к черту на рога. И я совершенно правильно это сказала. Это правда такая, какая она есть. И мои родители потом стояли на расширении десятилетиями, в прямом смысле этого слова. В это время жили на баме. И вот, например, что им не нравилось, то, что в этих дощатых бараках, которые были сначала построены после палаток. То есть сначала люди жили в палатках. В это время приехал туда мой отец. Мы летели потом через год на вертолете, потому что дорог не было вообще. Люди жили вот в таких дощатых бараках. Туалет был на улице. Деревянный туалет построенный. И, кстати говоря, почище, чем сейчас некоторые туалеты в России деревянные. И воды тоже не было. То есть вот это называется водовозка. Вот такие очереди к ней выстраивались. То есть люди ведрами натаскивали воду себе домой в бочку, которая стояла летом на улице, а зимой она стояла в доме. И вот надо было каждые несколько дней таскать воду в бочку и вот этой водой пользоваться. Вот автор этой статьи об Аме. Это, как я поняла, солдат стройбата. Тогда это называлось у нас стройбат. Теперь, видите, их называют железнодорожные войска. На самом деле это был стройбат отброса армии, как тогда считалось. Вот они тоже говорят, коммунальные услуги, рукомойник над тазиком и толчок в защатом туалете на улице. Зимой все семьей ходили в ведро. У нас, например, единственный из всех, мой родитель выкопал септик и сделал теплый туалет. Но для того, чтобы там смывать, нужно было под рукомойник на кухне ставить ведро. И когда моешь посуду, в это ведро вода попадает. Потом берешь ведро, смываешь туалет. То есть вот такой была жизнь на вами. И я хочу сказать, что, несмотря на это, это была молодежь, много там было, и довольно молодых людей, хотя не все. И жили люди довольно весело, молодежь, что сделаешь. В общем-то, дружно. Первое время дома вообще не запирали. Или если запирали, то ключ кладали под коврик. И не было ни воровства, ни грабежей, ничего такого. Пока не понаехали с большой земли. И вот это все началось. До тех пор, то есть люди жили довольно мирно и нормально. Снабжение на бане было отличное. Действительно были продукты со всего Советского Союза, фрукты зимой. И, естественно, стоило это все намного дороже, чем везде. На каждой банке стояли цифры. Первый пояс, второй пояс, третий пояс. То есть это разные цены в зависимости от разных территорий, где это продается. И в частности в Сибири это было очень дорого. Но, тем не менее, нам привозили астраханские арбузы, и дыни из Самарканда, и много чего еще. И всякие иностранные вещи и тому подобное. Люди стояли в очереди на машину, например. Стоять для этого надо было в очереди годами. Поэтому те, кто сейчас вспоминает Советский Союз, ах, как все было замечательно и прекрасно. В большинстве своем вспоминают нереальный Советский Союз, а вот эту сказку, которая у них в голове образовалась путем пропаганды или путем каких-то разных еще вещей. Многие в Советском Союзе не жили. Или жили очень мало и не помнят, потому что были маленькими. Я помню достаточно хорошо. Потому что Советский Союз, это была просто придуманная картонная страна с нереальной экономикой и всем остальным. Поэтому сейчас вот эти сказки, что Советский Союз кто-то развалил, другие государства пытались Советский Союз от развала удержать. Потому что никому не хотелось получить вместо одной обезьяны с ядерной гранатой 15 маленьких обезьянок с гранатами. Именно поэтому был подписан Будапештский меморандум, когда Украина отдала третий в мире ядерный запас России. В обмен на то, чтобы Россия защищала ее границы, никогда не нападала на Украину и в том числе не применяла ядерное оружие. И тем не менее Путин это все нарушил. Поэтому вот эти все сказки про Советский Союз будете рассказывать тем, кто там не жил. Я там жила. Еще одной вещью на БАМе было то, что мы не знали, например. Нам в школе в этом не рассказывали, что до этого был БАМ-ЛАГ. И что людей там убивали массово в предыдущие годы, до того, как в 74-м году началась вот эта великая комсомольская стройка. Которая вроде бы как вот новая стройка, и ничего до этого не происходило. И лагеря в Сибири были. В районе того, где мы жили на западном участке БАМа, там тоже были лагеря. И я вам сейчас об этом расскажу и покажу. И если в период строительства более-менее, когда молодежь уже туда приехала в 74-м году, смертей было меньше, все-таки это были незаключенные, которых массово убивали. Это были люди, которые приехали туда добровольно. И могли уехать. Вот такие условия, я помню. Это не мои фотографии, сразу хочу сказать. Вот подобное бездорожье. Мы ездили на вездеходе. Потому что дорог не было. В принципе, не было. Тем не менее, строилась дорога, строились мосты. Люди, которые ее строили, верили, что эта дорога принесет людям счастье. Они строили для счастья человека эту дорогу. Они строили, они верили в то, что эта дорога будет полезна. Они верили в то, что их труд не пропадет зря. Вот во что они верили. На самом деле, эта дорога была для того, чтобы предотвратить военные атаки со стороны Китая и, возможно, использовать ее в случае, если вот это произойдет. При этом нам рассказывали сказки о том, что вот мы будем месторождение развивать. И БАМ прекрасно мог бы быть использован именно для этой цели. Для той цели, которая декларировалась, когда строили БАМ. Именно в это верили мои родители. Именно в это верили все, кто строил эту дорогу. Было много прекрасных людей, которые строили эту дорогу. Были люди, которые там погибли за то, что они строили эту дорогу. И люди верили в то, что это дорога для счастья человека. Для того, чтобы советские люди хорошо жили. Тем не менее, коррумпированное варье, которое захватило власть в моей стране, решило устроить войну в Украине. И сейчас наносятся удары в том числе и по БАМу. А еще до этого БАМ был заброшен. И людям плюнули в душу. Им сказали, что ваша дорога была вообще в никуда. Что это все вообще было не нужно. И все вот эти ваши жертвы, что вы там морозили себе все, что можно отморозить 20 лет, и 30 лет, и 15 лет. Это все было зря. Тем не менее, эту дорогу можно было и нужно было использовать. И дорога была построена с учетом того, что будет еще одна колея дороги. И люди строили мосты, строили тоннели, и Северомуйский тоннель, и много чего еще. Вот ради чего эта дорога строилась. Эти люди отдали, я имею в виду вот те, кто приехал добровольно, они отдали годы жизни для того, чтобы построить эту дорогу. Путин спустил ее в туалет. И еще до Путина. То есть БАМ предали руководители советского и российского государства. Варьё и коррупционеры, которые растащили деньги по карманам и оставили Россию нищей, а теперь еще и фашистской страной, которая начала агрессивную войну и убивает людей в Украине. Когда уложили золотое звено в Куанде, я помню, даже стихи писала на эту тему. И читала стихи на тот момент. Куанда станция простая прославилась на всю страну, и слезы бамовцев слетают, бьют по червонному звену. Слез этой радостной печали они не в силах удержать, ведь столько лет мы все мечтали, как будем стройку завершать. И так далее. То есть какие-то стихи мои, какие-то не мои, но смысл в том, что люди радовались, люди думали, что они построили что-то великое. И у них это отняли. А теперь ко мне приходят тролли, которые пишут сказки. Вот этот тролль конкретно рассказывает, как он строил сталинское Бакан-Абакан-Тайшет. Работал бригадиром комплексной бригады. Не поленился написать такой огромный текст. А потом уже скатился к оскорблениям ко все остальные тролли, когда ему сказали, что десятки миллионов советских людей были убиты и замучены в сталинских лагерях еще до Второй мировой войны. А теперь Путин снова открывает лагеря ГУЛАГа и снова будет сажать туда людей. Но россияне, видимо, ничему не учатся. Они не хотят знать своей истории и не собираются ее изучать. Именно после этого, вот он мне будет еще здесь рассказывать, доводилось встречаться с людьми освобожденными уже после смерти Сталина. Тяжело, но и мне жилось не лучше вскоре после войны. Ничего себе не лучше по сравнению со сталинским лагерем. Ну и наглость. Но обид и озлобления ни от кого не слышал. В 59-м году продолжались возвращения из лагерей. В поездах по Сибири часто приходилось по работе перемещаться. Встречались сидельцы. Радостные, возбужденные, обычно ехавшие на поправку здоровья на юга. Кто с внуками, а кто и что-то там. Смысл в том, что этому мужику сейчас должно быть от 82 до 90 с лишним лет. И он будет мне рассказывать, что вот он пришел на мой канал совершенно случайно и начал здесь писать вот этот бред. Людей, как я сказала ему в ответе, дай дураку достаточно веревки, он повесится. То есть он сам себя заложил. Он рассказал о том, что это Николай Козаков так называемый. Он рассказывал, где он был, что он строил. То есть железнодорожная ветка Сталинск-Новокузнец-Кабакан сдана в 59-м году, начиналась в 49-м. Посчитайте, сколько этому человеку было бы лет. Ну вот глупость просто зашкаливает. Абакан Тайше, 32-61 год. Дедуля при этом называют город Сталинск. И этот подонок утверждает, что, видите ли, людей выпустили, они даже вот улыбались, оказывается, и даже, в общем-то, и не против были. Ну, сидели они в лагерях, ну и что? Зэков использовали как рабов. И Бам-Лаг был одним из этих лагерей, в которых убивали людей массово. И именно поэтому Сталин убил около 40 миллионов только советских жителей. Причем, миллионов 10 он убил до войны, вот в таких вот гулагах. Даже в моей советской школе на Баме давали лучшее образование. Там хоть Сталина заклеймили, и мир проповедовали, хоть и фальшиво. При том, что СССР имел ядерный запас, который мог мир уничтожить 30 раз. И, может, он еще Куликовскую битву, говорю, припомнит. И рассказывает мне, оснований и причин для гибели людей не было никаких. Шпалы и рельсы убивают крайне медленно через десятки лет. В палатках и вагончиках, как и бараках, в балках, никто не замерз. И еще и ругается вдобавок здесь. Да, не было причин для гибели людей. Кроме расстрелов, холода, люди жили на улице в лютые морозы. У многих из них не было даже палаток или вагончиков, которые были у строителей БАМа моего времени. Они умирали от голода, тифа и холеры. И от того, что их там буквально стреляли. Поговорим о кровавых преступлениях советского режима. При Ленине, например, в Алгембе около 35 тысяч человек погибло. Беломорканал вообще по 700 смертей в день. И одна из таких стройк-убийц это БАМ. Зона БАМ-Лага простиралась от Читы до Хабаровска. Суточный рацион был традиционно скудным. Булка хлеба и похлебка из мороженной рыбы. Бараков на всех не хватало. Люди погибали от холода и цинги. Чтобы хоть ненадолго оттянуть приближение этой страшной болезни, жевали сосновую хвою. Я вам уже говорил об этом. Беломорканал от начала и до конца строился силами заключенных. И при этом люди день и ночь проводили нарытье канала по поясу в жидкой грязи, подгоняемые не только надсмотрщиками, но и членами своей бригады. Потому что тем, кто не выполнял норму, уменьшали и без того скудный рацион. Таким была одна дорога в бетон. Умерших на Беломорканале не хоронили, а просто засыпали, как попало в ямы, которые потом заливались бетоном и служили в дном канала. Точно так же и в Бамлаге, когда людей расстреливали в лесу. Никто ими вообще не занимался, ни похоронами, ни чем. И сотнями умирали заключенные, не вынеся вот этой невыносимой работы. Смертность достигала временами 700 человек в день на Беломорканале. А в это время газеты печатали передовицы, посвященные перековке трудом матерых рецидивистов и политических преступников. В строительстве канала принимало участие около 280 тысяч заключенных, из которых около 100 тысяч умерло. Так что идите учить собственную историю. Ссылку на вот этот источник я дам. К 28 ноября 51 года на 56 лагерных пунктах Ангарского ИТЛ с 47 по 60 год, располагавшихся вдоль железнодорожной магистрали Тайшет-Братск-Лена, в основном на участке Братск-Усть-Кут, станция Лена, протяженностью более 300 километров содержалось 29 тысяч 427 заключенных, которых использовали на железнодорожном и гражданском строительстве, лесозаготовках, обслуживании предприятий и местной промышленности. И многих других промышленных объектов Иркутской области в 40-м 50-м годах применялся принудительный труд. Здесь более подробные данные и рассказывается и в Бадайбо, и во всяких других местах, и в Соли-Сибирске и тому подобное. Поэтому БАМ это не единственная стройка, которую строили незачем и на которую гробили людей зря, особенно в период БАМ-ЛАГа. Потом эти рельсы разбирали и использовали на строительстве дороги, где там Волгоград и так далее, тогда еще Сталинград. И точно так же незачем убивали людей на еще многих стройках. И самое ужасное было то, что вот ГУЛАГи создавались как отдельная отрасль промышленности. У них были свои инженеры, свои ученые, которых специально сажали в тюрьму, чтобы они работали бесплатно за миску похлебки и строили вот эти первые стройки первых пятилеток и так далее. При этом действительно были люди, которые ехали добровольно, действительно были стройки, которые строились во многом добровольцами, но даже в мое время на БАМе были заключенные и были военные. Вот этот стройбат, который использовали тоже практически как рабов во многом. Но намного лучше заключенных, безусловно. Но если вы посмотрите даже данные, которые пишут эти люди, они тоже жили в вагончиках, они тоже месили вот эту грязь. Вы знаете, на что эта грязь похожа? Она похожа на вообще вот эта глина, красная глина на БАМе. Она липнет к сапогам килограммами, вы потом ногу поднять не можете, потому что эта глина налипла. И отскрепчить ее, кстати, довольно сложно. И самое ужасное было то, что помимо вот этих лагерей на БАМе еще были и психушки, куда некоторые тролли предлагают мне отправиться. Ничему не научились вот со сталинских времен, не научились абсолютно ничему. Вот точно так же людей, которые были против чего бы то ни было этого режима и даже посмели что-то там смелое сказать где-то. А может быть кому-то понравилась чья-то жена, например. Людей сажали в психушке, где здоровых людей, таких как все, травили психотропными препаратами и убивали этим, сводили с ума здоровых людей. Откуда я знаю, потому что одна такая была неподалеку и одному из моих близких родственников предлагали сходить туда и посмотреть, потому что главврачом этой клиники был знакомый одного из моих родственников. И говорит, пойдем посмотрим, там сидят такие же люди как мы, они ничем не отличаются, они нисколько не сумасшедшие, это нормальные, живые, здоровые люди. То есть вот это я все знаю из первых рук или из вторых в худшем случае. Это не книжки, которые я где-то прочитала, не сказки, это реальность, это прошлое, советское прошлое, кровавое советское прошлое. Именно туда Путин тащит страну сейчас. ГУЛАГи уже открываются. И именно поэтому в сталинские ГУЛАГи людей набирали не за то, что они что-то там натворили, просто потому, что кто-то дома оказался, когда ему в дверь постучали, потому что нужна была рабсила, рабочая, рабская сила, для рабского труда, бесплатного труда за миску похлебки и за то, чтобы не убили. Для сравнения, знаменитый мост «Долотые ворота» в США, в Сан-Франциско, строился в 1933-1937 годах. И общая стоимость, стоимость строительства была 35 миллионов. И практически 11 человек погибло. Несмотря на то, что вот они пытались делать и сети делать под мостом, чтобы если люди упали, то ничего не произошло. То есть вот эта разница между чудовищными жертвами, которые в России и в СССР происходят, потому что люди используются как пушечное мясо или как просто мусор. И это происходит, вот это было в стране в 30-е годы, капиталистической стране, которую Советский Союз все время пытался пнуть. Вот это разница между отношением к людьми, к людям как к людям и как к скоту. И о потерях. Вот, например, из книги «Неизвестный БАМ» Пряткина. По приговорам спецлаг суда, созданного при БАМ-лаге, только за 7 дней августа 1937 года было расстреляно 837 человек. Это была настоящая фабрика смерти, подобная нацистским лагерям в Германии. Тысячи заключенных, безвинно осужденных по первому разу были повторно осуждены в лагерях к высшей мере наказания. И вот это происходило. И лагерей таких было очень много на территории всего СССР. Книга, кстати, это есть бесплатно на прозеру. Я, правда, не знаю, это та ли книга или нет. Я это не читала подробно, но можете посмотреть. Вот еще интересная статья Марины Ароновой от февраля 2022-го. Все на месте и приговорили, и расстреляли, как узники ГУЛАГа строили БАМ. Можете посмотреть. Вот, кстати, тогда президент России Владимир Путин поддержал предложение заменить лишение свободы на исправительные работы для почти 100 тысяч заключенных. Это произошло на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко. Еще в апреле 2021 года правительство России обсуждало возможность привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской магистрали БАМ и Транссиба. Стройка продлится до 2030-го года. На ней должно быть задействовано 15 тысяч рабочих, но РЖД удалось мобилизовать только 5 тысяч. Заключенными предлагалось заменить трудовых мигрантов, которые покинули страну из-за пандемии. И вот говорилось о том, что сегодня более чем у 11 тысяч осужденных, отбывающих наказание в регионах, где проходит БАМ, есть возможность подать заявление о замене оставшегося срока наказания принудительными работами. И так далее. То есть Путин ничего он сам не придумывает. Он либо пользуется тем, что делалось в нацистской Германии, либо тем, что делалось в СССР. То есть вот это ваше будущее, если будете продолжать поддерживать Путина и войну в Украине. Украинцы помогают России прямо сейчас, тем, что они борются с Путиным и защищаются. И пока российская армия застряла в Украине, у россиян есть возможность навести порядок в собственной стране, прекратить вот это вот убийство массовых людей, прекратить отношения к российским людям как к скоту и прекратить вот эту коррупцию, прекратить вот эти убийства, прекратить эти мишные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой, где Россия теряет по тысяче человек в день. Вот о чем было мое видео. Они совсем про БАМ или про то, что там еще. Я не историк. Занимайтесь историческими исследованиями сами. Я вам предоставила достаточно информации для того, чтобы начать это делать. Если вам это интересно, занимайтесь. Я не собираюсь сейчас вывязать в различных исторических дискуссиях, сколько конкретно до одного человека погибло там или сям. И этого я делать не буду. Есть историки, которые этим занимаются профессионально. И одного из них я сейчас вам покажу. Один из таких историков, реальный историк, который как раз сидел в архивах СССР, как только они открылись. И не просто сидел в архивах, а путешествовал. Побывал и в Воркуте, и во многих других местах. Это американо-британская журналистка, которая написала книгу «ГУЛАГ. История террора». И, кроме того, получила пулитцеровскую премию за эту книгу. То есть, это никто попало из живого журнала, как я вам покажу. То есть, есть малоизвестные, допустим, писатели, такие, как я сейчас показывала на Прозеру. То есть, вот это реальный историк. И большинство, пожалуйста, хотите изучать историю, вот вам реальная история. Вот тот человек, который реально это изучал, сидел в архивах и прочее. То есть, я этим не занималась. Этим занималась Энн Эппелбаум. И я вам советую, горячо рекомендую, прочитать ее книгу. Для того, чтобы узнать правду о своей стране. И перестать верить в сказки про прекрасный СССР, который был оплотом мира. При этом, имел ядерный запас, который мог уничтожить мир 30 раз. И на который, на несчастную Россию, ядерную державу, напало, собиралось напасть крошечное государство Украина. У которой нет ни флота, ни самолетов, для того, чтобы закрыть небо, ничего. Ни тем более ядерного оружия. Украина отдала свой ядерный запас России. Это факт. Никаких других доказательств того, что Украина собиралась что-то там. Нет. Не было и нет. Поэтому учите свою историю. И вот книга ГУЛАГ, одна из примеров. Сейчас в Стэнсфордском университете наибольшее количество архивов собранных и сохраненных американскими учеными наших российских архивов. Наша память, наша история, которую Путин пытается стереть. А вот это менее известные. Это данные, опубликованные в живом журнале. БАМ, кровавая недостройка СССР. Сталинский никчемный период строительства. И здесь рассказывается намного более подробно о том, что происходило, где происходило, про вот эту систему лагерей и про многое другое. Собраны достаточно интересные документы и данные. То есть, если вы хотите разбираться, вот разбирайтесь. А это часть вторая. Положение строителей при Сталине. И про Мурлаг, и про многое другое. И даже цитаты из книги «Неизвестный БАМ», о которой я вам уже только что говорила. Вот, пожалуйста, хотите заниматься историей, заниматься эроисторическими изысканиями, занимайтесь. То, что я вам сказала, это часть моей личной истории, которую я помню. Я лично жила на БАМе. И я хочу сказать, что у нас, по крайней мере, ничего, скажем так, близко не было такого, как вот именно было в лагерях. То есть, у нас была... Да, мы жили в бараках, но нам, по крайней мере, платили и присылали продукты и провизию и так далее. То есть, мы там не голодали. Первое время. В конце, когда людям перестали выплачивать зарплату, было такое, что семьи сидели на одних драниках картофельных. И в том числе моя семья тоже. То есть, поначалу снабжение было прекрасное, а вот потом начались проблемы. То есть, всякое было, и плохое, и хорошее. И люди умерли там тоже. Даже вот на моей памяти два человека сгорели в котловане. И потом советское правительство все это замяло эту историю. Но, тем не менее, Голос Америки уже об этом сообщил на тот момент. Было очень интересно, что советские люди, которые жили на БАВе, слушали Голос Америки, чтобы узнать, что происходит в их собственной стране. Поэтому вот эти все сказки про СССР и попытки меня каким-то образом дискредитировать, это у вас не пройдет, господа тролли. А те, кто ко мне приходит, я вот совершенно хочу отделить вот эту мразь и троллей, которые приходят для того, чтобы мой канал дискредитировать. У многих из них новые каналы, на которых вообще не написано, даже когда они созданы или они созданы в момент после полномасштабного вторжения России в Украину. На них нет никакой информации ни о чем. Некоторые каналы имеют чуть больше информации, но по большому счету их цель дискредитировать меня и сказать, что ой, как все, я такой-сякой предатель и против всего. На самом деле Путин пытается вас убить. И его режим истребляет Россию и россиян прямо сейчас на фронте в Украине и в местных штурмах и скоро будет истреблять в ГУЛАГах. Проснитесь, пока не поздно, изучите свою историю и примите меры для того, чтобы защитить себя от государства, которое пытается вас убить. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, распространите его. Лайки и комментарии приветствуются, если только это не тролли. Но тролли тоже помогают распространять мой канал. Поэтому спасибо вам за внимание. Хорошего вам дня или вечера. Узнайте правду и будьте информированы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok